Кубок и чемпионат по эмоциям Чемпионат нам очень хотелось выиграть, к сожалению, не удалось выиграть Вот сейчас настраиваемся на кубок, мы надеемся, что нам удастся все-таки кубок выиграть Ну а кубок по эмоциям, наверное, полуфинал-финал будет сравнить с тем эмоциям, которые есть в чемпионате Пока же игроки Ники не дают волю эмоциям, уровень соперников к этому не располагает Очередной из них Политех во главе с тренером Виктором Шальновым В первых минут отдал территориальное преимущество фавориту, закрывшись у своих ворот Политех хотел сыграть от защиты, то есть на контратаках, может быть, зацепиться на быстрых контратаках В первом тайме было пару моментов, к сожалению, мы не реализовали эти моменты Но если бы получилось, конечно, забить, было бы здорово Что не получилось у Политеха, сполна получилось у Аберхофа 12 минут потребовалось подопечным тренера Юрия Назарова, чтобы взломать насыщенную оборону соперника На помощь, как это часто бывает в такой ситуации, пришел стандарт Раиль Валитов прямо на линии штрафной сбил Никиту Этнюкова Денису Рахманову выстроенная стенка не создала никаких помех Штрафной он рисовал, как пенальти А еще через 9 минут случился автогол Сергей Гуров прострелом искал на дальней штанге партнеров А нашел в центре штрафной защитника Политеха Григория Резкова Который и срезал мяч в собственные ворота 2-0, Аберхоф идет в полуфинал и ждет своего следующего соперника Соперники сейчас на кубке все одинаковые Нам придется без раз, что Кристалл, что Промресурс Ну Промресурс, я думаю, посерьезнее команда будет Ну, чем серьезнее команда, тем интереснее будет с ним сыграть Тем более она неоднократно выиграла кубок города Я думаю, Промресурс был бы неплох Окончательно полуфиналисты Кубку Ульяновска определятся в субботу, 19 марта В обойме еще 6 клубов Кроме Кристалла и Промресурса, это чемпион Суперлиги в Симбирск А также погода в доме, Штальбург и Авангард Матч 1-2 финала пройдут в воскресенье, 20 марта Михаил Сашанский, новость Ульяновской правды